280 рублей стоят, Игорь Душков привезет. Пожалуйста, кому надо, запишитесь, чтобы сказать им что-то. По телевизору показывали один, я видел, такой этот, очерк или как его назвать. Делали, значит, пришла комиссия на молочный комбинат. Ну, показывает, как показывает, там, это не просто какая-то часть, там видно, там, такое оборудование, все это, автоматика там, это все делается. На комбинат не поступает ни одного литра молока, но всю молочную продукцию они производят, и сметана, и ряженка, и сыр, там, все, все производят. Творог, 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 все, там лежат, показывают мешки эти, что сухое молоко, там коробки там с другими, что-то, ничего. И показывают масло, масло, настоящее сливочное масло, которое там, то есть то масло, они добавляют пальмы, и даже, говорит, свиной говяжий жир делается на производство сливочного масла. И оно, говорит, совсем отличается, это возьмите, говорит, и показывает, как режет, тот нагмазывает, и этот, на этот, на кусочек какой-нибудь, настоящий сливочный, и тот, который есть. Так что это один показали, а не один такой комбинат есть. Так, все, мы сегодня договорились, сейчас заканчиваем на этом, и я сразу объясню, сегодняшний день, празднование иконы. А уже собранием просто отложить четвертую часть. Ну, все на этом-то да. Ты можешь не уходить. Благодарим тебя, Христе Божий, нас за твоим миром. Милостей, ищи дуроты, к нам. Будь милостью, ищи дуроты, благослови нас и на предстоящее будущее время. Спаси и сохрани нас со всяких искушений, Господи. А за все милости твои к нам, ищи дуроты, слава тебе, благодарение, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Мы не приисним, веки и веков. Аминь. Присядьте все. Я что буду говорить, некоторые посчитают ересью. И при том, очень далеко пойдет. Когда встречаетесь с сектантами, с теоретиками разными, вопрос о иконопочитании, это один из главных вопросов. К слову сказать, у нас занятия идут, знаете когда? По нашему местному времени в 6 часов. Это среда, пятница и воскресенье в 6. Так вот, Виктор Николаевич Савченко, на 4 часа позже, по нашему в 8, он ведет занятия. И будет теперь вести сектоведение, о ком говорили, о сектах. Ему передал я это материал. Виктор Николаевич, как только закончу сейчас по Матфею, теперь я объясню, что сегодняшний день. Видите, не старообряться. Старообряться еще моление не кончилось. А тут раз в году, годовое собрание, и уже 5 части нет. А потом будут говорить, а мы не знали. Икона почитания, это один из самых важных вопросов при беседе с сектантами. А я была православной, а потом икону порубила, и все. А я была православной, а иконы выбросила. То есть иконы это тот рубеж, за которым начинается неправославие. Почему? Очень ясно сказано, не делая никакого изображения того, что на небе, вверху, на земле, внизу и прочее. Об идолах, все, что говорится в Священном Писании, это 20 глава Исход, 44 Исайя, 113 Псалом, там говорит, идолы есть ничто и прочее. Все это переворачивается на иконы, потому что слишком похоже. Послание Еремии, когда читаем, он об этом и говорит. Когда будете в плену, вы увидите там этих идолов. И объясняет, какие они. При мудрости Соломона об этом написано, игодное дерево берет человека, из него статую делает, суриком мажет, на гвоздь вешает. Ну иконы, иконы. Но это не иконы. Идолы это не иконы. А иконы это не идолы. Будьте очень внимательны. Доказать, что изображение не идолы, очень просто, в течение одной минуты. Не делай изображение, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже воды. Помните, когда вы все эти занятия были? Я расчерчивал доску и говорил, давайте, говорите, что на небе вверху? Ну сразу что? Звезды, солнце, луна, облака. Все. Теперь что? Ангелы, Архангелы, Хурины, Серафимы, Небесные силы, Бога, Отец, праведники. Что нельзя делать, когда говорилось там? Но перечисление нельзя, прямое указание нельзя, двадцатая глава исход. Так? Так, там писали, кошки по ним лазают, разбойники их воруют, и они за себя не могут заступиться. Но иконы, иконы их воруют, потому что они дорого стоят. Так, вы слышали? Да. Иконы, изображение, икон по-гречески. Сделай изображение в храме двух херувимов. Это двадцать пятая глава. Двадцатую считают сектанты, двадцать пятую не трогают. Но самое главное, из Икииля, сорок первого глава, семнадцатый стих. Когда они стали строить второй храм, у сектантов у них познания-то никакого нет. Я говорю, скажите, кто этот храм строил? Соломон. Да между Соломоном и Икиилем-то сколько лет? Посмотрите еще. Четыреста лет, киньте. Как так? Я говорю, а где храм Соломона? Не знают. Я говорю, а вы знаете, как его строили? Откройте третью книгу царств, третья пятая глава. Он сделал там что? Львы, море, двенадцать быков. Только они задней частью туда были, а туда рогами были. Море медное, на котором руки они мыли. Прямо в храме внутри. Не делай, что на земле внизу. Давайте перечислим, что скот на земле, звери, насекомые. Дальше. Растения, кусты, деревья. Все. А почему он это делает? Повеления не было Соломону делать. Это я просто доказываю как. Доказывать нужно по Писанию. Сектанты другие источники не признают. Они сделали. Ну да кто-то... Подождите. Соломон сделал. Кроме того, виноград, кисти винограда. Херувимы. И написано. Слава несравненного Бога в виде облака наполнила храм. Когда освящение было. И священники, отличные люди, они выше из храма не могли стоять. Бог принял этот храм? А Господь его назвал этот храм? Нет, не этот. 25 глава 2 книги Паралепоминон говорит, что полностью разрушен был. На выходоносном все сломал, унес. А это заровавели в храм. Они даже сектанты этого не знают большинство. А это из Икиля 41, власть 17 стих. Сделай изображение. Изображение, то есть икон по-гречески. Сделай иконы от пола до потолка, снутри и снаружи. То есть места ни одного не было без икон. Христос пришел и говорит, что это капище идорческое или капище? Да мой. Мой. Он принял его. Клянущийся жертвенка придется храмом. И живущим в нем. То есть живет там Бог. Так это было до... Подождите. В Новом Завете церковь образовано во второй книге, во втором главе Иоанна Апостолов. Сошел Дух Святой. А в третьей главе Петр и Иоанн шли в храм. Сейчас молитвы 9. Они в капище шли или в храм? Так они... Нет. По капищам они никогда не ходили. Давайте до конца договорим-то. То есть сектантам легко доказывать, что изображения были. Тогда они даже... Но поклонения-то не было. Прямого поклонения не было так. Но когда показывает ковчег, над ним херувимы крыльями соединялись где-то. Перед ковчегом первосвященник... Почему он не спелок поворачивался туда? Ветхозаветнее все имело прообраз в Новом Завете. Тень будущих благ. Тень. Повторите. Они трудно повторять. Даже начинают заикаться. Притом я говорю о руководящих сектантах. Разные-разные названия. Свидетели им головы там одинаково все себя ведут. Давайте договоримся, что Бог ничего нигде не делает во вред себе. Очень надо запомнить. Вы помните, были скрижали в детском Завете. А о чем они говорили? Это Слово Божие. А в Новом Завете вначале было Слово, Слово Бога, Слово было Бог. То есть скрижали, показывали на Христа. А теперь где скрижали-лежали? В ковчеге. А ковчег на что-то указывал или нет? Ковчег указывал на Божью Матерь. Он внутри ее был. Тут сектанты никак. Теперь я говорю, смотрите, мы считаем книги царств. И там написано, когда ковчег был пленен, приели первосвященники, и шли обратно, а там Бевсамиси, местность такая называется, жатва шла. Люди говорят, ковчег везут. А ковчег-то святой и святых, кто только в первосвященник один раз заходил, окон не было там. Никто не знал, что. Поэтому иностранцы спрашивали, а как ваш Бог выглядит? Потому что у каждого Бога, видимо, был идол. Апис там показывает, мордахей там, человеческая голова, копыта у него. А у вас какой Бог? Он невидимый. И вот жители этого Бевсамиса решили посмотреть. Не плевать, как сектанты, не рубить, не сжечь, а посмотреть. И они заглянули, и написано, и жители не порадовались. Они ничего отошли, там ничего нет, там лежат какие-то кирпичи или что там. Считать еще надо было. Да было ли еще там. Заглянули. Вот самое главное теперь. Мы дошли. И далее. Они вернулись, серпы свои взяли. Ой, ой. Тромб, инсульт, мигрень. Все в куче. И Бог убил 50 тысяч и 70 человек. Это даже при Сталинградской битве в один день не погибало столько. 50 тысяч и 70. Теперь я уже обращаюсь. Скажите, за что? Не ругали, не хулили, ни Бога, ни Иеговы, никого не трогали. Только посмотрели, не порадовались. То есть вы решаете, были у них дети или нет у Богородицы. Вы решаете, кто прошел этими дверями. Изотворец, из Икиля считают. Сектанты соглашаются. Это я им доказываю, они принимают. Я говорю, и вы изображаете. И сейчас даже в Барнаульском, на Летином доме, и у них изображение. Сектанты везде Христа изображают в книжечках, даже в свете или Иеговы. Но не поклоняться. А вот теперь вопрос другой. Православные, будьте внимательны. Согласно 7-го Вселенского собора, в 787 году, главные материалы, которые были, это Ян Дамаскин. Это в то время был. Вот он доказывает, поклоняясь иконе, мы поклоняемся не иконе, а первообразу. Что изображено? Это вы хотели? А вот здесь сектанты нам по ногам бьют. Они нас опрокидывают. Запомните, дальше этого не идите. У меня, ну знаете, только в одном университете я 18 лет вел занятия. И люди задавали в письменном мире вопросы. Ну а как доказать? Никак не доказать. А нужно сказать, что вы правы. А нам? А нам опустить голову и стоять молчать. Вот эти, которые учат сектоведение, они никогда этого не будут преподавать. Обязательно, чтобы победа одна на всех, за ценой не постоим. А вот это-то наша гибель там, когда мы начинаем лгать. Он прямо говорит, покажите, где повеление поклоняйся. Стенам? Где иконы были? Ну, если знаете. Покажите, где? Нету этого. Так это не все. Теперь утверждение 7-го Вселенского Собора под сомнение. Они ставят, а мы-то ставим или нет? Первообразу. Если бы везде было так, вот, ну, Христос образ. Где бы он ни был, там на источнике святом. Образ Христа, статуя. Мы перед Христом, перед статуей этой там молимся, перед задворожением-то. Один. Нету Христа Назарейского, Вифриемского, Иудейского, из Египта пришедшего. Нигде нету. Просто Христос. Или не так? Почему Божья Матерь Казанская? На небе Казанская есть Божья Матерь? Если первообразуют. Где она там Казанская? У зарубежных Иверская, Мироточила, там у Муньоса. Иконы потеряли, своромали посередине. А Казанский образ, где Божья Матерь? А его нету, его украли еще в старское время. А это только с него списки. Дальше. Владимирская. Владимирскую всегда приносили, когда нужно было там Тамерлана отогнать, там Хана этого, еще сколько. Помощь была. Так на небе есть или нет Владимирская Божья Матерь? Вот они вопрос задают. Если это первый образ. Я занялся этой темой. Взял календарь. Жития святых симфонии составил. И скажу икон, которые официально признаны, которые празднуют больше, чем дней в году. 365 дней, их там 410, кажется. Так о тех, которые местно чтимы, тысячи икон. И укажет свое название. Сектанты нас пришпиливают к стене. Вы первый образ говорите. Они уже соглашаются. Да, первый образ. Ну, допустим, мать получила фотографию. Он был в плену и говорит, мама, я освободился. Фотографию прислал. Мать обняла и поцеловала. И дал поклониться или нет? Ну, она, она этот поцелуй-то относит к них бумаги. А тому, кто там, ее сын-то, сейчас, говорит, приедет скоро. Ну, это нам понятно. И стектанты это понимают. Дальше нам не стоит говорить. Потому что мы здесь ничего не можем ответить. И вот теперь пишут. Батюшка, еще раз гляжу, считает богородичную. Он только вышел здесь во время богослужения. Я подошел, батюшка, а что это? 4 декабря будет введение во храм. Это событие в ее жизни было. А сегодня-то что? Казанское. Великий праздник. Да какой же это великий? Когда покров 14 октября. Это не праздник у того, кто откуда пришел в Грецию. Вообще у нее никакого нет. Вообще никак. Даже крестика нет. Мы были в греческих храмах. Это русские все придумали. За нами многое, что стоит, надо пересмотреть. И теперь вот это великий праздник. И иконы нет. Ее никто оригинала не видел. Да может Господь и допустил, чтобы фетиш был у тебя. Например, да какая-то, еще раз говорю, там нет Казанской Божьей Матери. У нас икона есть, вот она какая. Ну там тоже у нее название какое-то есть. Утолимая печаль или там что-то там есть. Не знаете? Мы даже не знаем, потому что мы первообразу поклоняемся, как православные. Но здесь с сектантами никогда не спорьте. Здесь мы склонились вплотную и подошли к идолопоклонству. Подошли. Я не говорю, что мы идолопоклонники. Но обороняться не надо. Просто стойте и молитесь. Дальше говорить нечего. Если это первообразу, то должна быть Казанская там. Мы первообразу глянем на икону. Если Владимирская, значит там должна быть Владимирская. Нет, она одна. И если есть, допустим, мы считаем Серафим Саровский, нигде. Серафим Саровский-Диевеевский, Серафим Саровский-Астраханский. Нигде нет. Один. Почему на Божью Матери это разделили на сотни и даже тысячи? Я на этот ответ никакой. То есть перекос. И что интересно, ни на чем такого перекоса нет, как на Божьей Матери. У католиков, уже предпоследний собор был, приняли, что она зачата не от Акима, а от Духа Святого. Она бессеменно зачата. А это уже самая настоящая ересь. Он единый, един Святый Господь Иисус Христос, в Котором не было природного греха. Не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот это я хотел коротко сказать. Никогда сектантами не спорьте об иконах дальше того, что они не идолы. А вот сейчас, допустим, пришли к нам сектанты, баптисты. Все приняли. Но я не могу понять, почему я должен целовать икону. Мы ему объясняем. Сектанты приходят и целуют. У нас были здесь. Дальше не идите. Один раз подошли по стенам, чтобы они, как слепой говорит, по стенкам не шарились нигде-то. Нужен найти тот момент, где мы уже начинаем отталкивать. Мусульмане 2 миллиарда, ни одного изображения. И они стоят на это, смотрят очень строго. Ему что? Уверуй во Христа Спасителя, который умер за твои грехи, который ждет тебя. Живи по заповедям. А может без икон спастись? Конечно, может. Но ни хули, ни трогай. Вот я убедился, что нужно говорить. Не настаивайте, чтобы люди, приходящие, не принимающие сердцем икон, обязательно возьми икону, ешь там ее или целуй. Не делайте этого. Это большая ошибка, которую поправить никто нам не сможет, потому что будет вопреки Писанию. А Бог говорит, я бодрствую над Словом Моим. Вот что я хотел сказать о сегодняшнем дне, который не является великим. Относительно покрова я не раз говорил. Неизвестно, Царьград, увидел ее родивый. Почему не сделать покров Божьей Матери над Царинградом? Это близко, дорого. Тысячи, там полмиллиона больше людей погибло. Почему не сделать покров освобождения Ленинграда от блокады? Почему покров не сделать, чтобы Божьей Матери являлась покрылым опором, видели немцы на Курской битве? И даже это никогда не сделают. Вот это мы православные. Дубаки. Самое настоящее. Дубаками называют охранников в тюрьме. Уперлись. Ну почему не собраться вместе с патриархом и не сказать? В русской истории такие были, Куликовские битвы. Почему на покров-то не туда? Божья Матерь-то тоже участвовала. А вот там, в Греции, которого никто не видел, которые не празднуют они. И это не праздник, а памятная дата, и чтобы душа радовалась, что с нами Божья Матерь. Ходатается рода человеческого. И в такой страшной войне, унесшей 28 миллионов наших соотечественников, и ни одного нигде религиозного праздника. Не праздника, но памятной даты. И кто, Господи, веровал в Тебя, которые были взяты в армию, были рабами Твоими, помилуй их и помолиться именно вот с такими словами. Неподряд все комсомольцы за родину за Сталина и в рай пошли. Это обман. За гробом нет покаяния. Бог судит по тому, как Ты последний вздох сделал. Я ничего не хочу менять, просто помолиться. Иначе мы просто тупые, близкие к долопоклонникам, а может давным-давно уже долопоклонники. Повторяю, я православный, иконы целую, обвинения снимаю с себя сам. А что хотели собрание, а то все рассказали уже. На этом все. Вы слышали? Вопросы? Слава Христу, аллилуйя. Я к тому говорю, чтобы батюшка сказал, они проходят деяния апостолов. Как они проходят? У нас тоже проходят. Мы проходили в лагере. Давайте по порядку. Считаем глава стих. И мы просчитали все 28 глав, и нигде не нашли, чтобы мы сказали, это про нас написано. Все не так. Деяния апостолов, которые злотуус называют деяния Духа Святого. Вот миссионеры должны только так работать. Миссионерское дело нельзя создать. Два человека только могут. Они даже этого не знают. Они собираются о чем? Как лояльно с властями. А где пророческий глаз Иоанна Крестителя пойти и обличи Ирода? Они живут при Любодейно. У каждого. Артистов хоронят. Какого-то там недавно Караченцев или кто-то вон. Караченцев. Вот. Ну, я не знаю. Я его даже и не знаю. Посмотрел. Другое дело. Тихонов, там Лавров. Я который знаю. Там Янковский. Я по фильмам хорошо знаю. И отпевает его патриарх. Юну на Иоосе из-за этого. Вы не видели? Не видел. Ну, посмотрите. Не, не буду. В интернете посмотрите. Нет, я посчитал, что он с ним как был, а у меня времени не было. Ну, смотрите все сами. Все. Понятно. Как так, объясните? Как когда читаешь про них и везде первая жена, вторая, третья, четвертая, восьмая, они там все. Почему? Церковь и сказала. Потому эти артистки приравниваются к блудницам. Если ее взял, даже она девушка, физиологически, то священникам ставить нельзя. Только одна специальность выделена, особо опасная в христианстве. А тут Охлобыстин смотрим, Петр Тамамонов. Это никогда не было, чтобы церковь одобряла. Так он хорошее показывает. Ну, хорошее пусть показывает. Я не против. Но, однако, к этому как остороже надо подойти. Потому что Голливуд не пропустит ни одного фильма, где нет бруда. У них закон написан, статья. Я побеседовал с людьми, они говорят, я сам не видел этого. Ну, действительно так. Ну, хоть немножко, хоть чуть-чуть. Как-то. Благодарю за внимание. Спасибо. С Богом.